Егорчев Антон Александрович, директор Института вычислительной математики и информационных технологий, кандидат технических наук, доцент кафедры анализа данных и технологий программирования. Семья, работа и развитие. К этому необходимо применить операции матлогики. Если это представить все на кругах Эйлера, это три пересекающиеся области, но должно быть не их пересечение, а должно быть их объединение. Когда эти области где-то даже если не пересекаются, вот это все все равно должно вместе идти и развиваться. Здравствуйте, Антон Александрович. Я Полина. И я в предвкушении разговора с молодым директором Института, о котором много слышала. Ведь ВМК, хоть и не существует по документам, по-прежнему живет в сердцах и головах многих людей, как знак качества. Я права? Бренд ВМК, пожалуй, очень обширный. Это все научные направления по вычислительной математике. ВМК, он ведь появился путем действий преподавателей Смехмата тогда. То есть ВМК это было такое расширение в сторону уже уход, в сторону вычислительной математики. Тогда ни о каком IT вообще речи не шло. Бренд ВМК означает, что дадут именно качественное математическое образование с точки зрения не классической математики, а с точки зрения вычислительной математики и программирования. Ну, вы же далеко не единственный в стране институт для программистов. Кто все-таки задает план? Москва? МГУ, ВМК все-таки тоже известный факультет. И скажу так, да, студенты, скорее всего, выберут МГУ, ВМК. Но и проходной балл там больше 300. С другими московскими вузами, да, конкуренция есть хорошая. Средний балл у нас это 260 проходной. То есть, например, на бизнес-информатику средний балл там 290 проходной. Нужно очень стремиться к тому, чтобы все три предмета набрать больше, чем 90 баллов. Это очень сложно. Это небольшое количество школьников, в принципе, такие баллы набирают, чтобы к нам поступить. А что вы думаете про отмену ЕГЭ? Если переход и будет, то переход будет очень долгий. ЕГЭ, в принципе, это удобная система, которая еще и прошла вот эту самую цифровизацию. Все видят все свои баллы, все видят, кто проходит, а кто не проходит. А как раньше было? Сдаем вступительные испытания и приходим в какой-то день, смотрим листки. Если система вот таковая, со сдачей внутренних вступительных испытаний, то, опять же, мы будем набирать всех, ну, только из Казани и Сатарстана. А сейчас все подают в 5 вузов, и среди 5 вузов уже идет конкурс. Говорят, что у Казанской школы программирования есть свой секрет подготовки учащихся к Олимпиаде. Можете им поделиться? У нас в университете действительно одна из самых мощных в мире олимпиадных школ. К преподаванию по олимпиадному программированию, скажем так, привлекаются на инициативе либо бывшие олимпиадники, либо, вот как это изначально делали, именно тренера. Именно те, кто вот разбирались в сфере информационных технологий, те, кто разбирались в олимпиадном программировании. У нас вот был замечательный преподаватель Хадив Ирай Максонович, мой научный руководитель был, когда я в специалитете учился. Он как раз-таки и возложил такие основы олимпиадного движения в Казани и в Татарстане, в принципе. То есть он занимался со школьниками, объединял их в кружки, объединял тренеров. После этого он создал на базе Казанского университета КГУ на ВМК еще, то есть олимпиадный кружок. И все это делалось на энтузиазме. Занимались из-за того, что это нравилось, то есть и делились своими знаниями, готовили хорошо. Спасибо большое и Равель Максоновичу, кто организовал этот олимпиадный центр. И вот Камилю Хадиву, его, соответственно, сыну, кто вот это вот все продолжил. Речь ведь идет о спортивном программировании. Это так и называется спортивное программирование. И Казанский университет всегда занимает призовые места. И ежегодно в течение последних нескольких лет представляют Россию в финале чемпионата мира по программированию. Что, у тех, кто занимается спортивным программированием, есть реальные преимущества перед другими ребятами? Преимущество в том, что олимпиадники – это те, кто могут, во-первых, работать в команде, во-вторых, быстро реагировать на любые поступающие задачи. Можно дать, например, алгоритм построения пути на карте какому-то даже сотруднику, пускай даже ведущему программисту. Я скажу честно, он несколько дней, скорее всего, будет делать. У олимпиадника эта задача на один час. Больше у него нет. И он ее действительно быстро сделает. Он ее сделает быстро и максимально качественно, чтобы она максимально быстро работала. У него есть ограничения, как по времени, за сколько он ее должен сделать, и что она работать должна не более секунды. На олимпиадах обычно два ограничения – либо секунды, либо две секунды на алгоритм. Скорость я тоже люблю. А как же фундаментальные знания? Они нужны современным программистам? Да, в этом отличие нашего института. Наш студент со второго курса работает очень редко. Первые два года он получает сугубо такие математические фундаментальные знания. Под математикой понимается не только алгебра, геометрия, мат-анализ, теория вероятности. Под математикой понимается и вся теория алгоритмов и структура данных, например, где очень много применяется математических дисциплин. За счет этого мы с компаниями и запартнерились. Самый главный запрос, который был от компаний – не нужны им больше джуны программисты, не нужны им фронтейнеры, которые все создают. Сбер, Яндекс, ВК в один голос. Говорится о том, что нужно с третьего курса брать те, соответственно, институты, где уже есть математика, то есть где они математику знают, чтобы они получали на выходе тех, кто могут создавать какие-то новые сложные системы. Мы потеряли именно высококвалифицированных программистов, кто алгоритм умеет создавать, а не те, кто умеют быстрые сайтики делать или просто мобильные приложения разрабатывать. Таких на рынке засилье. То есть айти-рынок опять меняется? Что же там сейчас происходит? На рынке не сказать, что перебор. Спрос огромный. Потому что айти-сферы есть везде абсолютно. То есть любую работу возьми, там везде сейчас айтишник есть. Айтишник везде нужен. Но в компаниях, где разрабатывают новые технологии, а у нас все крупные компании разрабатывают новые технологии, им нужны сразу именно мощные кадры. Как подготовить мощный кадр? Мы, соответственно, план построили. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Это очень интересно. Скорее расскажите про ваш план. Наша область в учреждении математики и информационной технологии оказалась, пожалуй, наиболее чувствительной к трансформации 2023 года. То есть после начала спецоперации. В первую очередь это связано с массовым отъездом высококвалифицированных кадров айтишников из России. Новыми приоритетными направлениями по стратегическому развитию страны. В принципе. Как одно из решений, здесь мы подключили ряд действительно крупных компаний. То есть это Сбербанк, Яндекс, ВК. Это такие монополисты в России, в принципе, по айти-отрасли. Сбербанк, действительно, такой стал основой, на которой мы проработали первые сетевые образовательные программы. Сетевая образовательная программа из себя представляет такую программу, когда студенты идут не на стажировку в компании. Ну, неинтересно сейчас в айтишной компании принимать зеленых стажеров. Им их еще пару лет надо обучать. Компании, начиная с третьего курса, начинают уже преподавать у нас. Мы разработали новые учебные планы, новые предметы. И сотрудники компании, сотрудники Сбербанка преподают прямо у наших студентов с третьего курса. Мы их ведем по определенному треку, чтобы они остались работать, причем не просто в России, а в Республике Татарстан. То есть максимально их адаптируя уже вот с такого, с молодого возраста. После третьего, после четвертого курса бесполезно уже к студентам обращаться. Они уже либо устроены, либо, соответственно, уезжают в Москву на их зарплатные ожидания. А это проект как раз-таки для того, чтобы оставлять в нашей Республике. Кроме того, вот, например, с Яндекс не только происходит обучение наших студентов, происходит повышение квалификации наших сотрудников. Потому что, скажу честно, для института не очень интересно, чтобы просто компания там забирала студентов, у них преподавала, ну а наши компетенции как же. Уже вот сейчас у нас курсы от Яндекса прошли преподаватели. То есть преподают как наши преподаватели, так и преподаватели компаний. Причем не просто преподаватели, а ведущие программисты. И вот у Сбербанка сам директор лично ведет тоже занятия у студентов. Третий холдинг, который я ВК рассказал, то есть с ними мы запартнерились в июле этого года. То есть сейчас мы с ними тоже аналогично образовательную программу прорабатываем. Откуда это у программистов вдруг такая любовь к сетям проявилась? Социализируетесь? Ассоциирование ВК и продуктов ВКонтакте – это наиболее частая ошибка. Так же, как Сбербанк ассоциировать с банком. Это холдинги полноценные. Речь о соцсетях на самом деле вообще не заходила ни разу. То есть заходит речь о высокопоразводительных вычислениях, о фронтбэк-разработке, там даже о технологиях машинного зрения, машинного обучения. Но вот о соцсетях речь не шла ни разу. То есть это вот такое предубеждение, народ привык, что ВК – это ВКонтакте. И так как они объединились в холдинг только в 2021 году, вот никто еще не понимает, что это действительно такой один из крупнейших холдингов. Спасибо, что объяснили. Учту. А про прорывные технологии, которые есть у самого института, расскажете? У нас пять кафедр, на каждой кафедре занимаются вот своим конкретным исследованием. Два десятка различных проектов, научного задела очень много. То есть, например, с этого года мы ввели несколько новых направлений. Первое направление, которым я лично сам тоже занимаюсь – это технологии машинного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта в применении к биомедицине, конкретно для работы с микроскопическими снимками. Здесь мы занимаемся анализом микроскопических снимков для выявления психотических расстройств человека. Результаты первые сейчас с нами уже были получены, запатентованы, то есть выпущены статьи, потому что результаты очень важны в мире. Второй проект, например, прикладной – это применение наших текущих наработок высокопроизводительных и квантовых вычислений в эконометрике. То есть здесь мы занимаемся с Петербургским университетом сейчас проработкой этого проекта. Это все связано с анализом рынков. Мы планируем перевести эти вычисления в квантовую область, чтобы это вычислялось максимально быстро. Приведу пример, например, прогнозы погоды. То есть там настолько много различных фадных параметров, что просчитать это достоверно просто невозможно. То есть нет таких текущих вычислений в экономике. Тоже есть такие модели, которые просто считаются днями или неделями. Внедрение высокопроизводительных параллельных вычислений, либо даже квантовых вычислений, что вот на будущее сейчас перспективно, это позволит считать это за минуты. Вы хотите сказать, что прямо сейчас в вашем институте считают на квантовых компьютерах? В нашем институте работает одна из самых известных школ по квантовым вычислениям. Мы не занимаемся квантовым железом, скажем так, именно квантовыми компьютерами. Мы занимаемся именно квантовыми вычислениями. Группа под руководством Фарид Мансурыча Аблаева – это всемирно известная группа по квантовым вычислениям. То есть ежегодно выходят публикации, и они двигают науку в сторону как раз-таки той самой алгоритмики. То есть недостаточно просто квантовый компьютер создать. Нужны алгоритмы, за счет которых будут функционировать все вычисления. Не знаю, не знаю. Что-то я сомневаюсь. Уж очень много разной недостоверной информации в сети. Есть и такая, что квантовый компьютер еще очень слаб. Не больше 15 кубит. Есть, скажем так, хайповая информация по квантовым компьютерам. Есть реальная. То есть по такой хайповой информации сейчас уже достигнута мощность 1000 кубит. Судя по статьям, то есть 100-200 кубит сейчас уже есть. То есть вы, Антон Александрович, реально верите, что эра квантовых компьютеров не за горами? Конкретно я, да. Я реально в них верю. Вообще-то говорят про все области, которые у нас новые, которые считаются фантастическими. Сейчас кубит недостаточно много, но даже уже на таких вычислительных мастерностях это в любом случае работает быстрее, чем классические алгоритмы. И работает это быстрее многократно. То есть как только настоящий квантовый компьютер будет собран, все текущие системы, они практически встанут. Потому что, например, квантовым алгоритмам, квантовым компьютерам, чтобы взломать любой пароль, потребуется меньше, чем секунды. Это перспективное будущее, то есть я бы его прогнозировал, наверное, на ближайшие лет 20. Не буду оптимистом в этом плане по 3-5 годам. То есть может быть и через 5 лет такой бум произойдет. Ученые ожидают ближайшие 5-10 лет. Сейчас все очень активно развивается. Ну и третий, наверное, проект из новых, которые были введены, это построение системы на базе больших языковых моделей для формирования индивидуального образовательного трека по выбранной ему профессии с адаптацией сложности текстов. Это сейчас, наверное, наиболее интересная, актуальная тематика в принципе, потому что, ну это все, что вы слышите про всякий чат, GPT и прочее. По факту это нейросети на базе больших языковых моделей, которые умеют генерировать текст, которые умеют адаптировать лексическую сложность и, в принципе, сложность текстов по текущим знаниям человека. То есть, грубо говоря, человек выбирает, какую профессию он хочет освоить. Например, он хочет освоить профессию графического дизайнера. То есть тот, кто работает в IT-отрасли, но дизайнером. Для этого ему, например, скорее всего, нейросеть подберет такие курсы, как программирование он обязан знать, он обязан знать UI и UX дизайн, он обязан знать психологию человека, ну и, соответственно, другие области, которые ему пригодятся. Алиса, что мне делать? Уроки делать или басик? Давайте первый вариант. А что нам задавали? Дети растут, и они вот ходят по дому и говорят там, «Алиса, включи свет» или что-то еще. Лет 20 такое сказать, что такое будет или что такое есть, ну, могут, скорее всего, отправить за справкой к врачу. Вот, как этот человек будет разговаривать с компьютером, потому что тот уровень, который был и тот уровень, который сейчас, он все равно растет. То есть, пускай не так быстро, как писатели-фантасты предполагали, но, тем не менее, когда-то оно должно появиться, потому что наука реальная есть, и это не псевдонаука. Ну, Алиса – это технологии, а в создании квантовых компьютеров только вероятности. У нас все компьютеры строятся на вероятностных моделях, там линейного нет. Алиса, она действительно, она действует не по жесткому алгоритму, там тоже есть самообучающаяся нейросеть. Если посмотреть на современные модели, искусственный интеллект, как их называют, там уже не заранее созданы модели, то есть там уже самообучающиеся алгоритмы. Вопрос на засыпку. А какая модель у Института вычислительной математики и информационных технологий? Тоже самообучающие? Трудно ли быть директором? На киборга-то вы не очень похожи. Сложность здесь нелинейная, но это интересно. Я достаточно долгое время был директором Новочеследственного центра. Чтобы стать директором, нужно действительно набраться опыта в различных областях. Должность директора Института, она отличается тем, что здесь покрываются все сферы. Здесь образование, наука, инновация, молодежная политика, кадры. И во всем этом директор должен реально разбираться. То есть это достаточно интересная работа, где нужно простраивать стратегию, политику, ее вести лично. Я, как и другие директора, тоже преподаю. Студенты меня знают, мы с студентами постоянно встречаемся. То есть работа интересная. Есть что-то такое, чему вам пришлось научиться, заняв эту должность? У меня образование двойное. То есть у меня первое образование экономическое, второе, соответственно, ВМК. Скорее нужно было масштабироваться в каждой области, потому что масштаб, он гораздо больше. Безусловно, от директора, от декана зависит стратегия развития института. И у каждого директора свое видение. То есть у меня тоже было свое видение, как, соответственно, институт развивать, и какие сейчас нововведения приводить. Потому что, ну, и ситуация сейчас такая, когда IT-область очень сильно трансформировалась в 2023 году. То есть это как раз-таки попало вот на мое время, когда я стал директором. И нужно было проводить трансформацию. Это вам повезло или не очень? Может быть, повезло. В том плане, что это интересно. Преобразовываться вот под какие-то конкретные стратегические направления сейчас Российской Федерации. Так, чтобы и организовать подготовку студентов в правильном направлении, и организовать научно-инновационный блок. Я патриот университета. То есть традиции, они, безусловно, важны. То есть это все сейчас тоже было показано, насколько важно вот и патриотическое воспитание, и патриотизм, в принципе, не только к стране, но и к университету. В принципе, когда мы увидели там, как часть высококвалифицированных кадров, в принципе, когда вот начали переезжать. То есть кто, соответственно, воспитан, кто не воспитан. Университет темой отличается, что он воспитывает еще человека. То есть он выпускает человека с высшим образованием в общество, который не только владеет какой-то конкретной технологией, чтобы работать там за конкретным станком там или над конкретной программой с печеньем, а человек в общем образованный. Среди ваших собственных разработок есть проекты по геофизике и биомедицине. Как это работает? Работа программиста заключается в том, чтобы применять программирование в различных прикладных областях. Три года вот я занимался, да, проектами по геофизике. И чтобы, например, влиться в каждую область, уходит несколько месяцев на изучение прикладной области. Жизнь программиста, жизнь айтишника — это постоянное изучение чего-то нового, причем не только в IT-отрасле, но и в прикладной области. У нас было интересное предложение. Мы работали с институтом геологии, с кафедрой геофизики и занимались разработкой для Татнефтегруппы системы. То есть где они делали понятную аппаратную часть, мы делали программную часть. То же самое, на самом деле, по биомедицине. То есть есть актуальная задача, которую мы можем решить. Значит, надо изучить область биомедицины совместно с коллегами и внедрять туда какие-то новые технологии. По-другому никак. Тут я с вами полностью согласна. Трансформация бесконечна. Но как менялась IT-сфера? И что сегодня скрывают в себе эти две волшебные буквы? IT. IT в себя вмещает не только программирование. Сейчас IT-отрасль — это все, что мы видим, в принципе, вокруг. В 90-х, наверное, по-прежнему еще считалось, что компьютеры, наверное, все-таки для программистов. По крайней мере, в России. Раньше под программистом понимали, опять же, человека, который действительно разбирается не только в программном коде, но и в железе. Стереотип, что это должен быть такой в очках сосоофобный какой-то, причем, мужчина. В 10-х годах все прям очень сильно поменялось. Уже программистом могут быть все. И, наверное, здесь, хорошо это или плохо, пришла такая вот западная модель программиста. И рынок начал перегреваться. У программистов в 10-х годах стали очень высокие зарплаты. Они неравномерно и непропорционально вообще другим профессиям. Очень смешная шутка, только что услышал. У всех зарплата под 500, а у меня 2000. У нас тут повара бывают, на пыхе пишут. А ты мне что-то затираешь здесь про второе выше. Начинающим программистам начинали платить больше, чем руководителям этих же предприятий. На самом деле ничего хорошего в этом нет. Но IT-отрасль это помогло очень сильно поднять. В 10-х годах у нас в основном был как раз-таки спрос на вот таких начинающих программистов. Все крупные компании забирали программистов. Как пример, у меня были стажеры. Их забрал к себе Mail Group с зарплатами выше, чем 100 тысяч. Просто пригласили в Москву, они туда поехали. То есть в тех же нулевых было очень модно быть программистами базы данных. Очень много предложений было. В 10-х годах очень много предложений мобильной веб-разработки. А сейчас очень много предложений по математику программисту. Всех тех, кто разрабатывает нейросети и прочее. И вот мы у себя даем такое образование базовое, фундаментальное, чтобы человек мог переключиться в любой момент развития мира в принципе. Судя по всему, образ программиста в общественном сознании за это время тоже не раз поменялся. В 10-х годах образ программиста такой европеизировался. Программист стал ассоциироваться с каким-то таким хипстером, с таким движением, что программист это обязательно с кофе, с сергоевухи, с модными солнечными очками, с какой-нибудь модной прической. Сейчас тоже много таких. Но представление о программисте, оно и сейчас тоже меняется. Пять лет назад еще у нас предприятия, именно заводы и другие там комплексы, они конкуренцию на рынке не представляли. То есть они не давали таких зарплат, которые давали вот там частные компании. Сейчас это сильно изменилось. Сейчас предприятия дают достаточно высокий уровень заработной платы, чтобы работать, соответственно, над серьезными проектами, которые нацелены в рамках развития страны в принципе. Ваши занятия повлияло на ваш характер? То, что вы программист, а не кто-то другой? Это однозначно повлияло на образ мышления, потому что программированием я занялся с 10 лет. Если заниматься с раннего возраста, и в принципе, когда человек становится программистом, это можно увидеть. У программиста всегда четкая, конкретная, выстроенная логика, четкие алгоритмы. И если там есть какие-то выводы, то, наверное, то есть о том, что если там они как-то поменяются, тогда вот программист будет об этом говорить. Если что-то не поменялось, для программиста будет удивительно, а зачем его еще раз, например, вот об этом переспрашивают. То есть математики, программисты, они такие, и даже множество советских анекдотов на этом строилось. А как же котики? Мне тут по секрету шепнули, что вы их любите. Кошкам, да, наверное, я неравнодушен. Коты, это, наверное, такие животные. Почему я их люблю? Потому что они как программисты. Они, знаете, они такие целеустремленные, самостоятельные, достаточно гордые, такое вот эталонное, любящее животное. Вот, теперь я наконец поняла, почему они повсюду. Я думаю, что некая взаимосвязь есть. И, наверное, стоит к этому присмотреться. Потому что есть даже много различных мемов, что однажды, соответственно, коты у нас именно интернета захватят. Вы занимаетесь биомедициной. Что думаете об угрозе искусственного интеллекта человечеству? Если рассматривать различных писателей-фантастов, то да. Если у нас такой искусственный интеллект будет, мир то он захватит. Но сейчас вот то, что называется искусственным интеллектом, оно несет только пользу. То есть все эти технологии, которые позволяют ускорить многократно любые виды исследований. То есть это построение таких моделей, которые работают не по детерминированным, не по классическим алгоритмам. То есть они сами достраивают, человек оценивает, правильно это построено или нет. На текущий момент уже есть множество различных вариантов машинного обучения нейронных сетей. Например, там генеративно-состязательная сеть, когда не человек уже оценивает, например, как она работает. Запускаются две нейросети. Одна учится, а другая ее оценивает. И пока они не придут к какому-то консенсусу, что так говорит, что ты хорошо рисуешь, а это с ней соглашается, то есть результата не будет. А если у вас что-то идет не по плану, что вы делаете? А если что-то идет не по плану, тогда мы адаптируемся. Алгоритм из себя скорее представляет в теории игр что-то. Это когда, скажем так, ветвящиеся алгоритмы с каким-то гарантированным решением. Теория игр позволяет построить, в принципе, любую систему и определить пути к наибольшему выигрышу. То есть к приходу, к, скажем так, самому оптимальному решению, какие бы события ни происходили. Какие теории еще вам близки? Если говорить про области, на которые я опираюсь, то это, безусловно, теория игр, это, безусловно, системный анализ. То есть я бы вот эти вот две области назвал, которые позволяют правильно построить систему так, чтобы, соответственно, у нас на выходе всегда был тот результат, которого мы ожидаем. То есть это очень важные такие области знаний. Ну, соответственно, и защищал я кандидатскую диссертацию тоже в области системного анализа. Интересная беседа получилась, Антон Александрович. Спасибо вам. И перед тем, как удалиться, хочу задать вам философский вопрос. Ищите ли вы смысл жизни? Нельзя сказать, что я ищу смысл жизни, потому что вопрос, он достаточно абстрактный. То есть я считаю, в жизни могут быть какие-то цели. Цели в жизни, которые там могут представлять этот смысл, то есть это да. Цели в жизни, они такие вот на области разделяются. То есть основные главные цели на первом месте – это, соответственно, семья, это любимая супруга и дочь, это, соответственно, любимая работа и развитие. Развиваться в принципе что в семейной жизни, что в каких-то вот различных научных или проектных областях. Развитие – это всегда вот некий консенсус, наверное, между этими областями. То есть я сказал то, что на первом месте все-таки здесь вот семья идет. Я считаю, что у всех тут должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok